В эфире Панорама Севера в студии Елены Гончарова. Здравствуйте. В минувшие выходные горожане, сотрудники управляющих компаний и администрация округов наводили порядок на улицах и во дворах. С места событий Алексей Карельский. С утра пораньше на субботник пришел глава округа Воравина Фактория. Александр Таран агитирует местное население личным примером. В общей сложности мы на сегодняшний день раздали управляющим компаниям для населения и для них самих для уборки около 7 тысяч мешков, около 100 единиц инструмента ручного и выдаем инструмент населению по их просьбе. Выходить на подобные субботники необходимо не только для наведения чистоты, но и для предотвращения реальной угрозы. Битое стекло это еще полдела. Другой вопрос, что бытовой мусор содержит сложные химические соединения, многие из которых небезопасны для человека. Вот, например, обычная батарейка, разлагаясь, высвобождает тяжелые металлы, ртуть, свинец и кадмий, которые заражают до 20 кубических метров прилегающей земли. Проводить оздоравливающую терапию земли в своих дворах на первом субботнике решилось не так и много народа. Кого-то отпугнул прогноз погоды, поэтому некоторые приняли участие в уборочной страде заранее. Начиная с 14 апреля очень активно себя показали жители острова Краснофлотский. Также очень активно участие принимают детские сады, школы. Особенно хотелось отметить детский садик «Загадка». Уже до начала субботника была прибыла территория со складированные мешки и подана заявка в администрацию о вывозе этих мешков. Наиболее активно в округе поработали ТСЖ. Жители дом номер 4, корпус 1 по улице Октябрят все за одного. Из-за того парня, что намусорил. Мне вот лично стыдно перед моим внуком, когда мы вот здесь идем. Мне просто неудобно перед ним, что он в такой обстановке растет. И я думаю, что как-то лучше я сама уберу. Ждать специального приглашения на субботнике право не стоит. Чистота города – дело тех, кто в нем живет. Ведь это наш дом. А в доме мусор не разводят. Алексей Карельский, Алексей Шашов, Панорама Севера. С озвученным весенним календарю стало заседание общественного экспертного совета по вопросам природопользования и экологии. Главными на повестке дня стали вопросы финансирования областной программы по охране окружающей среды и проблема границ охранной зоны Национального парка «Русская Арктика». Дефицит регионального бюджета не позволяет проводить все мероприятия, которые были прописаны в программе по охране окружающей среды. Сейчас нужно выбирать приоритеты. Анализ информации показал, что в Архангельской области особенно остро стоят проблемы нерационального обращения с отходами производства и потребления. Отсутствуют системы централизованного сбора, транспортировки, сортировки, утилизации и захоронения отходов. Муниципалитеты не раз поднимали вопросы о создании единой системы мусоропереработки. Прежде всего, необходимы средства на разработку проектов по рекультивации свалок. Наличие этих проектов, как я понимаю, наличие программ, которые у нас есть, это нам позволяет участвовать и в федеральных программах. Поэтому я поддерживаю увеличение финансирования всех экологических мероприятий. Всего на решение первоочередных природоохранных задач необходимо около 90 миллионов рублей. Эту сумму общественный экспертный совет и рекомендовал изыскать правительство региона. Второй вопрос в повестку дня внесло руководство Национального парка «Русская Арктика». Они выходят с инициативой создать охранные зоны ограниченного природопользования вокруг не только самих островов, но и по водной акватории. Это связано с тем, чтобы обеспечить более глубокую защиту флоры, фауны. Мы понимаем, что самая северная территория, что там уникальная природа, и обращаться к ней нужно крайне. Осторожно. Вопрос о создании зоны с ограниченным режимом природопользования обусловлен необходимостью включения территорий уникальных тундр, мест обитания редких животных и птиц. Вторая причина связана с тем, что вплотную к существующим границам загазника земля Франца и Осипа сейсморазведку проводят нефтяные компании. Это может навредить млекопитающим. Есть и третья проблема. В территории Брайкирма и планируемой охранной зоны нацпрокурма Скартика сосредоточены довольно-таки уникальные историко-культурные объекты. С каждым заходом регат они просто расхищаются. Потому что каждый турист на регате считает для себя должным взять тот или иной сувенир себе на память. Областное собрание депутатов обладает правом законодательной инициативы. Присутствующие на экспертном совете народные избранники пообещали направить предложение по созданию охранной зоны в правительство Российской Федерации и Госдуму для скорейшего решения вопроса. Алексей Карельский, Сергей Минин, Панорама Севера. Определены сроки и ограничения для весенней охоты на пернатую дичь на территории Архангельской области. Как сообщил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Сергей Шевелев, в южных районах области будет разрешено охотиться на гусей, казарок, селезни и вальшнепов с 1 по 10 мая. Мария Муталипова разбиралась в правилах для охотников. Сроки охоты на пернатую дичь на севере региона с 9 по 18 мая. Исключением является архипелаг «Новая земля», где весенний охотничий сезон состоится с 31 мая по 9 июня. Что такое охота? Ну а охота для каждого мужика – это отдых души, это древние инстинкты, которые заставляют тебя чувствовать добытчиком. Под строгим запретом в поморе охота на самцов глухаря и тетерева. Связано это с их низкой численностью. Сроки весенней охоты, а также другие ограничения и запреты должны быть утверждены постановлением правительства Архангельской области. В этом году каждому охотнику можно будет позволено добыть 10 гусей, 5 селесней, ну и десяточек вальшнепов. Вполне достаточно, чтобы утешить душу охотника. За нарушение ограничений и запретов охотничьего законодательства, а также за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах, поджоги сухой травы и другие действия, которые могут привести к возникновению лесного пожара, предусмотрена уголовная ответственность. Туризм без барьеров. Таков девиз нового интернет-ресурса интерактивной карты экскурсионных маршрутов. Ее презентация прошла накануне в мэрии Архангельска. С недавнего времени во всемирной паутине появился новый адрес go2archangelsk.ru. Сервис «Про наш Архангельский край» свое название полностью оправдывает. Посетители сайта получают живое и красочное представление о туристических ресурсах Архангельска. Как было отмечено на презентации проекта, на карте можно выбрать экскурсионный маршрут на любой вкус, будь то архангельск-литературный или ностальгия по деревянному городу. Представлен весь спектр достопримечательностей – почти 100 объектов. Это единственный, наверное, такой полномасштабный ресурс, картографический, позволяющий просмотреть эти объекты в графическом изображении и позволяющий перейти на индивидуальные страницы каждого объекта туристского показа. А они для удобства разделены на категории – памятники архитектуры, музеи, спортивные сооружения и другие. По достоинству возможности интернет-ресурса оценили и студенты педагогического колледжа, будущая специальность которых – туризм. Мне очень понравилась эта презентация, и я считаю, что для нас, как студентов, именно по туристическому модулю очень будет это интересно и полезно, потому что мы сами стараемся также какие-то вводить новые способы привлечения туристов иностранных. Сайт, кстати, работает как на русском, так и на английском языке. В перспективе добавится и немецкий. Ожидаются и новые тематические рубрики, а также конкурсы для пользователей сервиса. Всё это поможет в новых красках увидеть Архангельск. Для кого-то давно любимый, а для кого-то ещё незнакомый. Артемий Заварзин, Алексей Шаршов, «Панорама Севера». К другим темам. В минувшую субботу в Поморской столице вспоминали скорбную дату. 26 апреля 1986 года произошла техногенная катастрофа в Чернобыле. На долю архангельских лепедаторов пришёлся самый опасный этап работ на этом ЧП. С митинга памяти репортаж Елены Матвеевой. На устранение последствий аварии со всей Архангельской области был призван 1041 человек. Чернобыльский крест. Именно так называют выжившие ликвидаторы этот символ памяти. Именно здесь они встречаются и вспоминают ту страшную атомную катастрофу. Для многих эти встречи становятся последними. 313 архангелогородцев работали на крыше аварийного блока, создавая защитный саркофаг. К тому моменту, когда его устройство было завершено, в мае 87-го, в зону отчуждения на полгода попадут два друга – Алексей Лапшин и Михаил Шихов. То, что предстоит рисковать жизнью, они знали, но не выполнить приказ офицеры не могли. Мы готовили к запуску третий блок, меняли там всю зараженную инфраструктуру, трубопроводы, водопроводы, радиоактивная вода, а там много было. Дороги, чтобы не возникало пыли, они были залиты пленкой полиэтиленовой или полихлорвиниловой, чтобы пыли не было. Людей, никого нет, вот мы были в зоне отчуждения. Ну, неприятные ощущения, конечно. Те, кто помогал справиться с последствиями Чернобыльского ЧП, получат запредельно высокие дозы облучения. Спустя годы абсолютное большинство из них станут инвалидами. Мужество, честь. Вот, что мы должны вынести из этой трагедии. Потому что люди, которые принимали участие в ликвидации данной аварии, спасали практически всю Европу. И хорошо, если аварии останутся у нас только на тренировках и учениях. Через 28 лет эхо Чернобыля для каждого, кто так или иначе стал участником трагедии. Это живая память о тех событиях, а не просто листок в календаре с датой 26 апреля. Елена Матвеева, Руслан Симушин, Панорама Севера. В Архангельске стартовал ежегодный открытый городской конкурс наружной социальной рекламы «Архив», проходящий в канун празднования Дня города. Конкурс социальной рекламы «Архив» проводится для привлечения внимания к социальным проблемам, которые волнуют горожан. А какие бы темы и проблемы хотели осветить жители города на плакатах наружной рекламы? Об этом в традиционном опросе от Инги Швецовой. Все проблемы дорог, образования, детских садов, трудоустройства молодежи. Доступное жилье, потому что это достаточно насущная проблема у нас в городе Архангельске. У нас очень дорогая недвижимость, и может быть, чтобы появлялась какая-то реклама о перспективах развития недвижимости и строительства в городе Архангельске. Привлекать вниманием проблем города, что надо озеленять его, например, садить деревья, лавочки ставить, да, чисто там. Такие вопросы, как духовное единение народа, ну, это, наверное, основополагающих. Самосовершенствование личности человека, его духовное самосовершенствование. Больше баннеров за здоровый образ жизни, больше спортивных мероприятий. Ну, чтобы баннеры соблюдать чистоту в городе. А, я бы хотела видеть, чтобы против наркотиков, вот за город, за чистый город против наркотиков. Каковы особенности проведения конкурса социальной рекламы «Архив-2014»? Об этом мы побеседуем с организатором, руководителем агентства наружной рекламы «Факел» Сергеем Долгобородовым. Сергей, здравствуйте. Добрый день. А конкурс социальной рекламы «Архив-2014» стартовал еще в 2004 году. Это был юбилейный для Архангельска год, как, собственно, и этот год, также юбилейный. Скажите, эта тема как-то отразится в конкурсе? Безусловно. То есть каждый год мы стараемся какие-то новые темы привносить в конкурс. В этом году в связи с 430-летием города Ахангельска мы также заявили эту номинацию. Она, в числе прочих, будет в общем порядке. А скажите, Сергей, как будет проходить конкурс? Кто будет принимать участие в голосовании? И что ждет победителя? Вот так кратко, если можно. Традиционно конкурс проходит в два этапа. Сейчас мы, благодаря вам в том числе, начинаем этап информирования о том, чтобы людям было время подготовиться. И до конца мая мы принимаем работы. Все желающие могут в нем участвовать. В первых числах июня мы проводим заседание предварительное жюри, где выбираем десятку финалистов, из которых потом мы выбираем тройку призеров и, соответственно, дарим, разумеется, призы, в числе которых и деньги. То есть мы каждый год поощряем лучшие работы денежными призами. Конкурс социальной рекламы «Архив» имеет уже 10-летнюю историю. Наверняка за эти годы было много ярких работ. Какие-то особенные запомнились лично вам? Я как сторонник вообще и любитель рекламы, и работы в этой сфере. То есть мне нравятся работы, которые имеют обратный отклик. Буквально там, не помню в каком году, 2004, о нет, 2008 или 2009, то есть была работа, сделана специально под строительное ограждение. А мы десятку финалистов всегда выставляем у кинотеатра «Мир» на ограждение строительное. И конкурсанты просто использовали эти площади, чтобы люди могли признаться в любви. То есть буквально за месяц, когда эти работы там висели, то есть было сотни надписей признаний различных архангелогородцев в любви друг к другу, к друзьям, к знакомым, ко всем уже, думаю, близким. То есть если будет время, я могу найти, показать. А, вот, то есть вот эта работа, ну это вот фотоснимок с галереи. Это уже подписи. Да, это вот люди вот даже запечатлели моих там одних желающих написать. И это очень качественная и достойная конкурса реклама. А что нужно делать всем желающим, кто решит участвовать в конкурсе, куда нужно обращаться? Ну, первое дело, им нужно создать хорошую работу и обратиться к организаторам конкурса, то есть это агентство наружной рекламы «Факел». Но для того, чтобы упростить задачу, мы сотрудничаем с бесплатной телефонной службой 655005, то есть можно туда позвонить, получить всю необходимую информацию. А есть еще официальный сайт конкурса «Архив.РФ», куда люди могут зайти и получить полную подробную информацию, как, куда, что, до какого времени и на каких условиях можно подать все работы. Ну что ж, приглашаем всех желающих поучаствовать в конкурсе социальной рекламы «Архив». Сергей, спасибо вам. У нас в студии был руководитель агентства наружной рекламы «Факел» Сергей Долгобородов. Бездомные домашние. Так называется новый благотворительный проект котловских фотографов. Две девушки уже реализовали два крупных социальных проекта для дома-малютки и в поддержку ребят из детского дома. И вот новая идея. Держи. Вот так вот. На этот раз в объективе фотокамер, дети и родители неравнодушны к судьбе бездомных животных. Суть проекта – также помощь материальная именно животным. То есть мы собираем денежки, также фотографируем людей. Все средства. На эти средства мы закупаем медикаменты, карма. Ну, все, что необходимо приюту. Кроме того, девушки собирают и публикуют на страничке ВКонтакте интересные истории о судьбе мохнатых клиентов приюта, нашедших новый дом. Для чего это делается? Делается для того, чтобы человек посмотрел и действительно проникся историей вот этой и понял, что животные из приюта – это не страшно. Хотим, чтобы люди обратили внимание на бездомных животных и все-таки как-то брали их себе и заботились. Идея Анны и Ирины понравилась многим. За восемь дней с начала акции 20 животных из котловского приюта обрели новых хозяев и крышу над головой. Мы очень рады, что наш проект откликнулись как обычные горожане, но и откликнулась котловская художница Ольга Нюхина, что нам очень было приятно. Она предложила расписать стены котловского приюта для бездомных животных красивыми рисунками. Цель Анны и Ирины – пробудить в сердцах котлашан подлинный интерес и чувство сопереживания к брошенным на произвол судьбы кошкам и собакам. В Архангельске в канун 365-летия пожарной службы России состоялась выставка пожарной техники и снаряжения. Кроме того, огнеборцы провели показательные выступления для зрителей по спасению людей и тушению. С подробностями Виктор Кузнецов. История пожарной охраны России берет начало 30 апреля 1649 года, когда вышел наказ о градском благочинии, устанавливающий строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В преддверии этой даты архангельские огнеборцы провели выставку пожарной техники и снаряжения, на которой были представлены как самые современные технические средства пожаротушения, так и раритеты службы. Например, пожарная машина «ГАЗ» выпуска 30-х годов прошлого века. Эту машину мы очень холим, лелеем и, конечно, очень любим. Эта машина была создана в 1938 году, насколько нам известно. Вообще их начали производить в Советском Союзе в 1932 году. Сейчас, на сегодняшний момент, их осталось на пальцах одной руки на всей территории бывшего СССР. Но у нас в Архангельске она в самом лучшем состоянии. Помимо техники пожарные устроили показательное выступление по тушению пожара. И спасение человека с высоты с помощью альпинистского снаряжения. Мы демонстрируем то, что, во-первых, чему мы научились. Мы начали эту всю работу с 2000 года здесь, в нашем Архангельском гарнизоне. Сейчас мы уже очень много знаем и много умеем по работе с веревками именно по спасению людей. В Архангельске очень много высотных зданий. Значит, пожарная лестница – это не потенцией от всех пожарных бед. Посмотреть на техническое разнообразие пожарной техники, которые не увидишь в одночасье в обычной жизни, пришли десятки горожан. Как правило, вместе с детьми. Ну понравилось. Вот немножко не успели посмотреть, как на подъемниках работают. А вот тут ребята работали на стволах хорошо, очень понравилось, интересно. Единственное, с чем не повезло организаторам выставки, так это с погоды. Что, впрочем, не повлияло на интерес архангелогородцев к событию. Виктор Куднецов, Олег Ширяев, Панорама Севера. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. В Архангельске прошел съезд Ассоциации муниципальных образований области. В центре внимания участников изменения в законе о местном самоуправлении, принятые депутатами Госдумы в первом чтении. Суть корректировок – введение двух новых видов муниципальных образований – городского округа и внутригородского района. При этом система народных выборов должна уйти в прошлое, уступив место проведению конкурсов на должность уже не на мэра города, а сети-менеджера. Однако вопросов к этим законодательным инициативам пока больше, чем ответов. Время высокой музыки настало в поморской столице. В рамках одноименного благотворительного проекта в Архангельском мусс-колледже выступил всемирно известный скрипач Дмитрий Коган. CD-диски с его записью и его концертов будут розданы во все музыкальные школы региона. Елена Матвеева о том, за что ругает себя и кого называет своим главным учителем маэстро Коган. С борта самолета на пресс-конференцию. За последний год скрипач Дмитрий Коган дал уже два десятка благотворительных концертов в рамках акции «Время высокой музыки». Сам часто не знает, что и в каком порядке будет исполнять на сцене. Говорит, я люблю экспромт. Кстати, в Архангельске маэстро уже выступал, еще начинающим музыкантом, 15 лет назад. Сегодня я буду играть на моей спутнице постоянной, можно сказать, моей жене уже два с половиной года на скрипке Джузеппе Гварнери «Дель джезу Робрехт» 1728 года. Архангельское выступление началось с произведения черского композитора Иржибенда, затем Чайковский и Равель, Сарасата и Брамс. Несмотря на свой солидный возраст, скрипка мастера Гварнери сохранила всю глубину звучания. За свою почти трехвековую историю скрипка Робрехт побывала в руках многих именитых музыкантов. На ней играли для императрицы Екатерины II и французской королевы Марии Антуанетты. Сегодня этот легендарный инструмент звучит в архангельске. Скрипки Гварнери ценятся из-за особой, почти гипнотической воздействия на публику. Играет Дмитрий Коган неизменно с экспрессией, такой, что лопается волос на смычке. Своим главным учителем Дмитрий Коган называет сцену. В 10 лет он впервые выступил симфоническим оркестром. Маэстро признался, ругаю себя за недостаточную усидчивость, бывает репетирую рывками, а еще никогда не исполняю то, что не люблю. Коган говорит, перед зрителем я такой, какой есть. Чувствую себя таким неким проводником между Богом и инструментом. И, честно говоря, когда эмоции завладевают, я стараюсь отключаться и заниматься только творчеством, только полностью отдаваться музыке. В лице Дмитрия мы сегодня увидели талант гения. И после завершения концерта, когда мы увидели, какое количество людей подходило к нам, причем разного возраста, и благодарило за этот подаренный концерт, за эмоции. Архангельская публика четыре раза вызывала скрипача на бис, и он играл. После концерта стало известно, Коган исполнил и свое авторское произведение. Какое? Маэстро афишировать не стал. Елена Матвеева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. В Архангельске прошел съезд Ассоциации муниципальных образований области. В центре внимания участников изменения в законе о местном самоуправлении, принятые депутатами Госдумы в первом чтении. Суть корректировок – введение двух новых видов муниципальных образований – городского округа и внутригородского района. При этом система народных выборов должна уйти в прошлое, уступив место проведению конкурсов на должность уже не на мэра города, а сети-менеджера. Однако вопросов к этим законодательным инициативам пока больше, чем ответов. Главным решением, принятым на очередную сессию депутатов городской думы, стало обращение губернатору Игорю Орлову и председателю областного собрания Виктору Новожилову. Его суть – необходимость возобновления программы развития Архангельска как областного центра. Средства областного бюджета в размере 175 миллионов рублей предлагается направить на ремонт 18 городских улиц. При этом в городском бюджете средства на ремонт дорог, капитальный ремонт деревянных домов уже увеличены. Мы вместе с депутатами будем отстаивать интересы города, в котором проживает 30% населения области, и который дает, как уже было сказано, 20 миллиардов рублей во все уровни бюджета. Мы получаем 7,3, как вы знаете, бюджет, но из них собственных доходов, там у нас субвенция на зарплату учителей, это, собственно, не наши деньги, собственных денег получается 4,5, а для выполнения самых минимальных задач, мы тысячу раз это считали, требуется примерно 10-11 миллиардов рублей. И такая вот это вот, мы ведь задачу одну решаем, люди-то у нас одни, и вот где бы они ни жили, в Мизене, в Лишуконе или в городе Архангельск. Поэтому позиция должна быть не просто по принципу «сам дурак» и кого-то найти виновного, а решать эту проблему вместе. В Архангельске прошел фестиваль «Свободное будущее», который призван объединить неравнодушных молодых людей вокруг здорового образа жизни. Организаторы фестиваля – волонтеры движения «Навстречу независимости» совместно с общественными объединениями Дома молодежи. Благодарности и грамоты также были вручены всем, кто участвовал в организации этого важного события и без кого фестиваль не смог бы состояться. Третий Большой Пасхальный фестиваль перешагнул границы Архангельска. Фестиваль проходит уже в третий раз и приурочен Году культуры в России. Концерты творческих коллективов пройдут на площадках Архангельска, Северодвинска, Холмогорского и Онежского районов. Завершится Большой Пасхальный фестиваль галоконцертом 3 мая в 13 часов в актовом зале СГМУ. На сцену выйдут лучшие профессиональные артисты, народные коллективы, победители областных фестивалей и конкурсов. В эти выходные в Архангельске в спортивном зале «Каскад» стартовал 13-й открытый городской турнир по боксу памяти воинов, погибших в Афганистане и Чеченской Республике. Телеканал ПС свел прямую трансляцию с этого турнира. В спортивном мероприятии приняли участие более 50 спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Плесецкого и Котловского районов. Итоги турнира подведут в воскресенье 4 мая. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 29 апреля доллар США 36 рублей 2 копейки. Евро 49 рублей 82 копейки. Сразу после панорамы Севера смотрите программу в центре внимания. На ваши вопросы ответит глава Северного округа города Архангельска Игорь Трофимов. Звоните в телефон прямого эфира 639 717. В студии работа Лена Гончарова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова